Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Продолжаем обсуждать итоги сессии Одесского городского совета с депутатами городского совета. В студии у нас Вадим Терещук. Вадим, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и напоминаю, что у нас работает голосование, приуроченное именно к этому событию, а именно к решению взять кредит в 1 миллиард гривен. Звучит оно так. Нужен ли Одессе кредит на миллиард? И три варианта ответа нет, обязательно и не сейчас. Оставляйте ваш вариант, очень скоро подведем итог. Вы голосовали против. Да. Почему? По нескольким причинам. Мы голосовали против. Во-первых, потому что наше предложение по тому, как все-таки использовать деньги, которые могут поступить в бюджет, а именно на объекты социального назначения, в том числе детские и дошкольные учреждения, строительство и ремонт тех детских садов, которые есть. Я думала, вы скажете, мы голосовали против, потому что мы всегда голосуем против. Ну, такая традиция практически. Мы голосуем не всегда против. Вы можете посмотреть результаты голосования. И мы в некоторых случаях голосуем против. В некоторых случаях, когда вопросов у нас нет времени достаточно для того, чтобы изучить, не дают материалы, мы воздерживаемся, вынуждены воздерживаться, что тоже очень плохо, я считаю, что мы, однако мы прибегаем к этому только как вынужденная мера. Кроме того, я предлагал уменьшить сумму кредита, если город планирует потратить миллиард. А в принципе, те вопросы, которые заложены, на что именно потратить миллиард, это и ремонт фасадов, это восстановление дорог, это и ТЭЦ, это всегда. Но даже в начале каденции, в том числе мэр говорил о том, что нужно жить по средствам, и вот что городской совет вынужден, сейчас и город вынужден оплачивать те предыдущие кредиты, которые брались до этого, там, злочинные влады. Так вот сейчас, надо понимать, что такое 1 миллиард, это 170 миллионов процентов в год, то есть это процентов только за право использовать кредит, это 500 тысяч гривен в день. Кроме того, когда я задал вопрос финансовому управлению, а что же у нас с теми депозитами, что же с деньгами, которые временно не используются, которые мы разместили на депозитных счетах под 14% годовых, и сейчас берем кредит под 17%. Нам сказали, что у нас есть 300 миллионов гривен на сегодняшний день в том же банке, в котором мы планируем взять кредит, и 300 миллионов в другом банке, которые размещены под 14%. Простая арифметика, 3% от 1 миллиарда, говорит о том, что это составляет 30 миллионов. А если уменьшить эту сумму на 600 миллионов, фактически можно было бы не брать эти деньги, а уменьшить и фактически экономия составила бы около просто процентов не платить, это 20 миллионов в год. Но мне ответили, что эти деньги уже тоже расписаны, их уже тоже практически потратили. Но еще вопрос у нас был о том, почему же не взять кредитную линию, то есть сами понимаете, что такое 1 миллиард, даже при всем наших способностях, нашей городской власти потратить 1 миллиард единоразово невозможно, нет возможности. Но когда вы взяли, с того момента, как у вас поступили эти деньги, начинают капать 500 тысяч гривен в день. 500 тысяч гривен, это с тех 170 миллионов, которые за пользование кредитов. То есть можно было брать либо кредитную линию, нам тоже сказали, что это взять нельзя. Тогда надо было разбить на транше, не брать в таком точке. Это тоже сложнее. Вы же прекрасно понимаете, как долго берется этот кредит, он не берется за два дня или не берется тем более за два часа. Эта вся процедура может затянуться и на полгода, как мы видим. Вы понимаете, что процедура может затянуться на полгода, но с того момента, как деньги в полном объеме, 1 миллиард гривен, они практически останутся в том же банке, но они просто поменяют. Они поступят на расчетный счет Одесского горсовета и оставляясь в банке, банк фактически еще будет иметь возможность дальше с них зарабатывать. То есть они у него фактически в банке остаются, а уже город и городская казна будет опустошаться на полмиллиона гривен в день только лишь за то, чтобы было принято такое решение. Эти деньги еще потрачены не будут, как мы видим, что даже те деньги, которые сейчас, вот они говорят, есть временно неиспользуемые средства. Это 600 миллионов. Тем не менее, мы берем этот кредит на 1 миллиарда. Итак, деньги взяты под гривневый кредит? Они еще не взяты. На сегодняшний день принято решение, то есть запущен процесс для того, чтобы взять деньги под 17,5 миллиарда. А есть вероятность того, что это произойдет, например, следующей осенью? Выделение денег? Весной, например. Ну, весной, осенью. Этот процесс может затормозиться на любом из этапов. То есть на сегодняшний день принято решение. Это один из этапов, это решение городского совета о том, что да, городской совет принял решение принять условия банка. Итак, самопомощь голосовала против только потому, что не туда эти деньги будут распределены не на самые важные моменты. Самопомощь голосовала против по ряду причин. Это одна из причин. Кроме того, мы считаем, что необходимо жить по средствам. То есть тратить деньги на то, сколько мы зарабатываем, столько и тратим. 170 миллионов в год платить за пользование кредитом – это непозволительная роскошь, на наш взгляд, для города. Тем более и те, можно деньги инвестировать. Например, если мы, а мы можем еще говорить о том, что кроме одного миллиарда кредита еще была утверждена полутора миллиардная программа по энергосбережению. Очень быстро эта программа была. Я был назначен как член комиссии, которая должна была разрабатывать эту программу по энергосбережению. Так вот, еще один миллиард планируется потратить на различные механизмы по энергосбережению. Но она так и не обсуждалась. То есть мы не имели возможности ни предложить какие-то варианты. Такое впечатление, что как будто упали деньги с неба, и их нужно очень быстро освоить. И вот так вот эта программа принималась. Наше предложение, опять же, отложить, давайте разработаем. Мы знаем, что вот, например, на сегодняшний день, тем более это очень актуальный вопрос, мы вчера обсуждали это на другом телеканале, вопрос того, что на сегодняшний день вопрос по субсидированию субсидий, вопрос субсидий переложен на городскую казну. Если раньше это оплачивалось из городского бюджета, есть это в проекте государственного бюджета. Проект этот предложен провластной коалицией. И с большой вероятностью, опять же, мы сегодня, к счастью, это один из немногочисленных вопросов, предложенный самопомощью, который был проголосован. Это обращение к Верховному Совету о том, что вот тот процесс, который, обратный процесс, централизация, который идет, который те бюджетные... Но не только самопомощь этим вопросом озабочена на данный момент. Тогда, если это произойдет, то, что вы говорите, тогда этот кредит нужен. Кредит, тогда его нужно использовать именно на это... Но это уже другой вопрос, на что? Но сами средства в бюджете нужны? По приблизительным оценкам, если будет принят бюджет, проект бюджета в этом варианте, например, город Львов, у них где-то минус 800 миллионов. Я предполагаю, что у Одессы этот показатель будет еще выше. То есть где-то разница будет около в районе миллиарда. Давайте представим все-таки, что этот кредит нужен. Вопрос в другом, как контролировать и понимать, что эти деньги расходуются под тем пунктом, о которых идет речь. Вопрос того, что они пойдут по тем направлениям, у меня не возникает вопрос. Другой вопрос, как. То есть каким образом, как мы видим, очень часто, как у нас чиновники уже научились обходить и систему Прозора. И мы видим, как это делается, насколько эффективно эти деньги использованы. То есть и как все-таки, как ни странно, выигрывать... Если просто ремонтировать одну и ту же дорогу, то понятное дело. Да, действительно. И сами понимаете, когда у нас идет, заканчивается финансовый год, все очень быстро пытаются все закончить. Потому что деньги, которые не потрачены, не оприходованы, их там невозможно потратить в этом году. Поэтому ремонты делаются на скорую руку. И на следующий год мы ставим тоже, что необходимо делать ремонт ремонтов. То есть они, это прича во языцах, асфальт в луже и так далее. И крыши, которые стелятся в дождь и в снег. Это одна из этого причин того, что необходимо освоить средства. Если их не освоены, никто не заработает. Так, давайте еще попробуем разобраться. С кредитом понятно, что вы и до этого, до того, как эта сессия должна была состояться, говорили, что будете голосовать против. Посмотрим, как это будет развиваться и дальше. Получим ли вы в этом году кредит или нет. Это тоже еще вопрос. Давайте о делах насущных. Также вопрос, который, в принципе, коснется практически всех одесситов, которые пользуются общественным транспортом. Единый электронный билет. У вас есть понимание, как это будет работать? И если да, то объясните, расскажите. В вопросе единый электронный билет, все соглашаются, что это та система, которую необходимо внедрять. То есть это и удобно, это и удобно для жителей нашего города, удобно это для туристов. То есть когда вы одним билетом можете, электронным билетом и с помощью чипов, и мы прописали, опять же, в положении, что можно будет с помощью телефонов через генерацию, можно будет рассчитаться в транспорте. Кроме того, сама система предполагает, что в общественном транспорте будут внедрены датчики GPS. И город фактически будет заказывать услугу перевозки пассажиров. То есть о том, что автобус, он должен выехать из точки А в 10 часов и прибыть в точку Б в 11 часов. То есть не будет этой гонки, вот этих маршруток. То есть и транспорт мы будем постепенно должны приучать к тому, что он должен ходить по графику. Не будет монополия, нет? Не будет монополия. Город будет заказывать эту услугу. Это в конечном результате. В конце концов, то есть это мы говорим, то, если мы говорим о городе Истамбуле, этот электронный билет, он внедряется 9 лет. Мы сейчас только на начальной стадии, но мы уже больше, ну, только два года только мы этим вопросом занимаемся, постепенно изучаем. Мы надеемся, что в конце концов, это не только по оценкам экспертов повысит поступление в бюджет внедрения электронного билета где-то на 20-25%, но кроме того, за счет того, что те деньги наличные, которые собираются, они очень часто не доходят до городской казны. То есть они, знаете, деньги, они наличные деньги... Если мы говорим о маршрутках, например, как оно происходит? То есть те деньги, которые... Если мы говорим о коммунальном транспорте, то есть те люди, которые собирают эти деньги, наличные деньги, наличные деньги, они имеют свойство теряться по дороге от плательщика до банка, до непосредственно городской казны. И вот эти деньги, когда они оплачиваются в безналичной форме, потерять их гораздо труднее. Сколько людей без работы останется? Кондукторы и люди, которые также занимаются подобной деятельностью? Мы надеемся, что в этом случае не останутся без работы, а как раз появятся дополнительные рабочие места уже в IT-сфере. То есть те люди, которые будут заниматься обслуживанием уже высокооплачиваемой и высокоинтеллектуальной сферы с большой добавочной стоимостью. И кроме того, условиями конкурса ограничили маржу, которую может собирать инвестор. То есть инвестор сейчас по трем путям развивается. Город Харьков заказал это за 200 миллионов, город Винница использует кредитные средства ЕБРЛ. Это гораздо лучший вариант, потому что у них очень серьезный контроль закупок происходит. Когда используются средства международных институций, они устанавливают жесткую систему контроля расходования средств на всех этапах. И таким образом, но город Одесса пошел по другому пути и было принято решение о том, что инвестор, который предложит лучшее предложение, сможет внедрять эту систему. Ну подождем, дождемся и... Еще один вопрос, который мы затронули на сессии, это выделение земельного участка под заправочную станцию. Часть депутатов не поддержала строительство на Комарова 10, очередного заправочного комплекса в пределах охранной зоны. Там планируют вместо деревьев построить очередную заправку. Там их 10, наверное, кому-то кажется, что их мало. Нужно построить 11, и вот они как-то, наверное, будут позитивно влиять этот особо опасный экологический и с точки зрения пожароопасности объект, что, наверное, как-то позитивно повлияет на обстановку экологического Комарова. Вадим, спасибо вам большое, что нашли время сегодня обсудить итоги сессии Одесского городского совета. Это Вадим Терещук, депутат Одесского городского совета, был у нас в гостях. Далее по плану новости Алла Есина ознакомит вас с последними событиями. К этому часу после новостей продолжим. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова